друзья всем привет в предыдущих видео я рассказывал как мы монтировали канализацию у себя на даче в новопостроенные перестройки как красили стены а сегодня я расскажу вам как мы разводили в ней водопровод поехали итак у нас на участке есть центральный водопровод воду мы ввели два года назад по улице у нас идет центральный водопровод с хорошей чистой водой питьевой и когда мы делали фундамент мы конечно же завели воду непосредственно в нашу перестройку перед тем как развести водопровод мы конечно же продумали все точки здесь у нас будет раковина здесь у нас будет стоять ванна унитаз дальше у нас будет стоять стиральная машина и дальше у нас будет идти бойлер к которому будет приходить холодное и из него выходить горячая вода. Подробнее про бойлер. Взяли бойлер отечественного производителя Горизонт. Бойлер на 80 литров, модель 80EWS15MF. С регулировкой, лампочкой включения и датчиком температуры. Но, конечно, производитель дико подкачал по креплениям. Его очень тяжело было повесить. Итого, у нас есть 4 точки крепления. Бойлер на 80 литров тяжелый. А в комплекте идет всего лишь 2 крюка. То есть 2 крюка пришлось докупать. Плюс в комплекте идут всего лишь пластиковые дюбеля. В нашем случае они не подойдут. Мы крепим в газоблок. Поэтому потребуются специальные дюбеля для газоблока. И чтобы показать вам, что к чему, я специально провел вот такие вот испытания. Возьмем газоблок. Забьем в него 10 дюбель, который нам потребуется. Пластиковый. И точно такой же 10 дюбель. Специальный металлический для газоблока. Конечно же, заранее были подготовлены отверстия 10 сверлом. Итак, возьмем крючки и начнем вкручивать их в газоблок. И тут на самом деле сходу становится все понятно, на что в газоблок вешать можно. Такие тяжелые вещи. А на что нельзя. К примеру, в пластиковый дюбель я даже не смог толком вкрутить данный крючок. А не смог, потому что дюбель внутри самой стены из газоблока просто начал проворачиваться. И как видите, крючок в него не зашел. Дюбель просто выпал из отверстия. Поэтому стены из газоблока, такие дюбеля, применять просто-напросто нельзя и опасно. Ведь бойлер весом сам в 35 килограмм, плюс 80 литров воды в нем, а это уже больше сотки, может просто вырвать из стены. И вся эта прелесть упадет прямо на вас. Причем, что интересно, уже в дальнейшем, когда я испытывал специальные дюбеля для газоблока, оказалось, что почему-то их надо брать меньшим диаметром для тех же самых саморезов, ну или в данном случае крючков. Потому что данный крючок, для него должен быть десятка дюбель. Но в десятке дюбеля он просто болтается. Даже при том, что он болтается, вырвать его руками из газоблока, крючок или дюбель вместе с ним, не получается. Как видите, он проскальзывает немножко по резьбе, но дальше держится намертво. Дальше, ради интереса, я взял фомку и посмотрел, какое, опять же, нужно усилие, чтобы все это дело вырвать. Конечно же, всем весом я вырвал крючок, вырвал его по резьбе из дюбеля, но дюбель при этом остался торчать в газоблоке. Возьмем родной крючок, опять же, открепление нашего бойлера. Крючок рассчитан под дюбель 12, но он с легкостью заходит в десятый дюбель от газоблока. Что к чему, мне было не совсем понятно. Ну, скорее всего, так надо. Значит, вкручиваем его и опять же проверяем, как он вырвется. Дюбеля, кстати, эти стоят копейки. Есть они в каждом гипере. Поэтому, если вы вешаете что-то тяжелое в газоблок, то советую использовать только такие дюбеля. Как видите, вырвать, опять же, руками у меня не получилось. И, опять же, небольшой эксперимент. Я сделал отверстие в этот раз уже не на 10, а на 8. Применил специальный такой же дюбель для газоблока на 8 мм. Съездов купил в гипер на шаг меньше. Вкрутил в него крючок и, опять же, попробовал вырвать. Данный крючок меньше, чем комплектный. Почему-то такого размера, как комплектного, опять же, в гипере не было. Но ничего страшного. Четырех крючков будет вполне достаточно для крепления бойлера на стену. Итак, закручиваем. Проверяем, что руками его не вырвать. Опять же, берем фомку. Рвется очень тяжело. Но, как видите, опять же, уже, наверное, по изношенной резьбе дюбель вырвался. Точнее, крючок вырвался, а дюбель остался. А уже восьмой дюбель вырвался из отверстия, повредив газоблок. Но при этом крючок из дюбеля не вышел. Все очень плотно. И, конечно, с повешением бойлера мы намучились. Хотелось его повесить ровно, как потолком, в принципе, как мы и сделали. Но отверстие в креплениях меньше, чем крючок. И вешали мы его с женой полчаса. Ну, подходов 5-7 точно сделали, чтобы попасть в эти крючки. Однако, благо, операция завершилась успешно. Все подвесили и можно пользоваться дальше. А сам по себе бойлер хороший. С УЗО. И нагревает он свои 80 литров за 2 часа. Он всего лишь на 1,5 кВт. Собирать водопровод мы будем из 20-й полипропиленовой трубы. Серой. Конечно же, потребуется куча-куча-куча разных фитингов. Было закуплено 26 метров самой трубы. Кстати, было использовано почти все, хотя система водопровода совсем маленькая. Обычная полипропиленовая труба 20-ка, предназначенная для питьевого водопровода. И куча-куча-куча разных фитингов. Это изначально переходник с американкой, уголки, тройнички, крепления для трубы к стене, шаровые краны и резьбовые переходнички. Все это будет использовано в нашей системе водопровода. Причем советую заранее нарисовать на листе и продумать, как и что вы хотите проводить. После этого уже закупать всю мелочь. Очень полезным инструментом оказался ручной труборез. Стоит он копейки, но с ним гораздо проще работать, чем той же болгаркой или чем угодно. И, конечно же, я приобрел себе вот такой вот паяльничек Solaris PW602. Один из самых дешевых паяльников, но, блин, честно, очень удобно и классно было им работать. А чтобы он не болтался, для удобства, я прикрутил его на два самореза к табуретке. Тем самым с ним было очень легко работать. Выставляем нужную температуру. Я паял в основном на 250 градусах, даже не на максимуме. Этого вполне достаточно. Тут продемонстрируем, как появятся трубы. Берем трубу. Берем, для примера, угловой переходничок. Паяльник у нас достигает нужной температуры. Горит красная лампочка. Это значит, его можно использовать. Если горит зеленая, значит, он в состоянии нагрева. И на 5-7 секунд прислоняем оба конца труб и фитингов к данным гнездам не больше 5-7 секунд. Иначе трубу можно переплавить. Тогда очень сильно заузится внутреннее пространство. Это нам не нужно. После вставляем уже горячие расплавленные трубы и фитинг одну в одну. И тем самым все это намертво спаивается. Как видите, все достаточно легко и просто. После тренировочных 1-2 спаек я с легкостью за день собрал всю нашу небольшую водопроводную внутреннюю систему. Причем изначально хотел взять такую штуку в прокат. Но, как выяснилось, в прокате на сутки она стоит 30% от общей стоимости. Почему бы не купить себе такую вещь на постарянку? Конечно же, она еще пригодится в дальнейшем для разводки отопления. Да и вообще всяких мелочных работ. Пускай лежит. Полезная вещь в хозяйстве. Ну и вот, дело движется. Таким вот образом был собран водопровод на кухне. Все через стену введено непосредственно к тому месту, где у нас будет моечка. Везде стоят этичные шаровые краны. Причем где-то я обсчитался, не хватило одного резьбового ниппеля. Потом еще докупал, допаивал. Ну а вот, как выглядит система. Труба с водой 32-я входит в дом. Дальше идет вот такой переходник. И переходничок уже полипропилен с американкой. Все это уплотнено специальной водопроводной уплотнительной нитью. Это у нас входит непосредственно холодная вода. Дальше стоит шаровый кран, который у нас закрывает всю систему. И отсюда вода расходится в две стороны. В первую сторону она у нас идет сначала к унитазу стоит тройничок, опять же с отсеченным краном. Дальше у нас идет подвод к будущей стиральной машине, опять же с краном. Дальше с краном идет подвод к бойлеру. Все это, конечно же, через предохранительный клапан заходит в бойлер. А из бойлера горячая вода уже идет во вторую трубу с будущей горячей водой. Тоже, конечно же, все с отсеченными кранами. Здесь, как видите, у нас идет такое специальное ответвление на уровень пола. Но через это ответвление мы будем опорожнять систему по морозам, когда будем на зиму консервировать домик, чтобы полностью из всех труб слить воду. Если холодная вода будет у нас полностью сливаться туда в систему, то горячей уходить некуда. Для этого был и создан данный краник. А сюда у нас будет подведен смеситель общий для раковины, для умывальника и для ванной. Дальше трубы уходят на кухню. И здесь будет кухонная мойка. Вместе между ванной и умывальником ванной это будет у нас единственное место, где мы заштрабили трубы. Здесь у нас будет такой переходничок специально под смеситель. Специально продаются вещи, чтобы не гадать потом расстояние между горячей и холодной водой на смесителе. Отмерил, отрисовал, проштрабил под них штрабу под холодную горячую воду. И в дальнейшем удлинил, запаял трубы. Конечно же с отсечными кранами, чтобы всегда это можно было перекрыть и обслужить на всякий случай. В дальнейшем все это замажется. И в этом месте я хочу положить плитку. Тут спрятал специально, чтобы трубы не шли по плитке. Ну и вот итог. Полностью собранная система. Все проверено. Течи нет. Все уплотнено. Опять же в бойлере и прокладки поставили. Где нужно в местах соединений. Все произолировано специальной водопроводной нитью. Лен не использовал. Посоветовали именно нить. Ну, два года назад я точно так же на эту нить собрал входящий водопровод в колодцы. И до сих пор все держится. Все окей. Так что скоро у нас здесь будет кухня с холодной и горячей водой, а также ванна, туалет и умывальник. Вот такие пироги, дорогие друзья. Как видите, ремонт движется. Следующим этапом будет установка сантехники и, скорее всего, сборка пола. Будем укладывать ламинат. Ну, а пока все. Мы продолжаем. Заглядывайте в описание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok